Хочу представить нашего эксклюзивного гостя, точнее гостью Варматову Светлану Петровну, доктора социологических наук, не поверите, но из Киева. Мы по ее просьбе, учитывая не вполне бесконечные возможности, и 5 минут на информирование о картине мира в братской нашей стране, украинской, даем. И там 2-3 каких-то вопросов, пожалуйста. Я так думаю, что, во-первых, конечно, очень приятно быть в этом зале и общаться с коллегами, поскольку действительно последние события, которые происходят, наверное, не только картины мира меняют, а меняют какие-то параметры этого мира. И эта смена далеко не всегда пока еще может быть оценена. И сегодня, наверное, еще очень сложно какие-то действительно прогнозы делать, к чему же это может привести. Ну, я помятуя 5 минут, а все-таки хочу остановиться на некоторых моментах, которые, я думаю, если можно, присяду уже. Чтобы действительно какие-то вопросы предотвратить, поскольку, к сожалению большому, та информационная война, которая развязана, она мешает не только увидеть реальность, а мешает, наверное, уже даже представить, какова это реальность. То, что случилось в Украине, достаточно закономерно в определенных параметрах. Действительно, сегодня уже звучала такая фраза, что украинское государство разваливается. Я думаю, что это немножко опрометчиво говорить о том, что государство разваливается. Государство, как система, будет жить всегда. Разваливается то, что называется государством Украина, или проект Украины, в этом варианте, в котором оно существовало, ну, последние 20, почти 5 лет. Разваливается не потому, что оно оказалось преждевременно создано, а потому, что действительно не было стратегии, не было однозначного понимания, зачем, к чему хотели прийти. И вот эта многовекторность, которая проповедовалась всеми, по сути дела, президентами, она, конечно же, не имела успеха и не могла иметь успеха. Ну, даже в том, знаете, состоянии шатания, которое было эти 25 лет, все-таки существовало общество, существовало государство, существовал отдельный геополитический субъект. И то, что происходит сейчас, это, наверное, еще раз повторяю, закономерность, связанная с очень специфическим геополитическим положением Украины, поскольку это действительно сфера интересов не только главных геополитических игроков, это сфера интересов многих игроков. И я просто несколько моментов вам представлю интересующих, я думаю, каждого сегодня и в этом зале, и как гражданина России, и как эксперты. Действительно, то, что случилось, можно оценивать очень по-разному, но это действительно был толчок изменений, который был очень нужен, который был неизбежен. Может быть, конечно, не в таком жестком варианте, как это случилось, но дальше так быть не могу. Впоследствии можно рассматривать нескольких ракурсов. Я достаточно много наметила, но поскольку времени мало, остановлюсь на несколько. Это политические и идеологические. Вот, если говорить о политических последствиях, то они достаточно плащевны, потому что, несмотря на очень мощный такой посыл, который был дан обществу, посыл к изменениям, он не совершился. В том ракурсе, что прошедшие выборы показали, что в выборе власть придержащих сработала та же схема. Новые не пришли. Более того, те политики, которые сейчас заняли политический олим, они, по сути дела, являются не просто продолжателями предыдущей стратегии развития или стратегии действия, они являются худшими представителями этой стратегии. Потому что они все были во власти в той или иной ипостаси. Они все уже могли что-то предлагать и делать. Они этого не делали тогда. И мы видим, что до сегодняшнего дня коалиция, которая создалась, она ориентирована, опять же, на удовлетворение своих потребностей в большей степени. Потому что никто не собирается, например, останавливать войну. И то, что бюджет, который сегодня будет приниматься, военно-ориентированный, это показатель того, что действительно будет идти до конца. Действительно, война планируется не на один год в ближайший. При том состояние ресурсов общества, когда, например, последние данные, было продано 14 килограмм золота из запаса государства, является очень таким серьезным показателем. Миссия МВФ уехала с Украины, не дождавшись результатов переговоров. Это тоже показатель экономический. И вместе с тем на фоне этого мы видим люстрацию, причем люстрацию по ахлократическому типу, когда люстрируются неугодные власти, управленцы всех уровней. Это уже проходила в Украине в 2005 году, когда эта люстрация закончилась достаточно сильной стагнацией власти на всех уровнях, в том числе и на уровнях отдельных регионов. Но это продолжается сейчас, причем уже в более жесткой форме и в более нелицеприятной форме, которая показывает, что культуры нет ни в управленческом аппарате, ни, по сути дела, в самом общем. Еще одно опасение, которое высказывают все политики, даже те, которые, извините, все политологи, даже те, которые лояльны очень к изменениям были, что эта коалиция, она не будет коалицией сотрудничества. Она изначально уже задана как коалиция, которая будет постоянно находиться в состоянии противостояния друг другу. То есть это значит, что опять некому будет заниматься вообще обществом, развитием, социальными программами и так далее. Ну, с другой стороны, почему действительно этот толчок был очень нужен? Произошел определенный процесс самоопределения общества. Все-таки то, что Украина долгие годы избегала, и вот при всех там каких-то разногласиях, даже 2005 года, так остро вопрос не стоял. На сегодняшний день вынужденность самоопределения, вынужденность формирования все-таки вот этого своего национально-цивилизационного «я», оно стало просто на повестке дня. И в этом отношении действительно появляется идеология вот в том своем уже осознанном таком, знаете, проявлении и инициации снизу, а не сверху. Действительно, молодое поколение, вот я преподаю в нескольких учебных заведениях, и удивительно смотреть, как молодое поколение в себе воспитывает вот эту вот, ну что ли, приверженность. Пока не государственная, пока все-таки больше общество, социокультурному какому-то пространству. Ну, вместе с тем это действительно есть. К сожалению, в большом, если говорить о возможных будущем сотрудничестве, поколение молодое Россия полностью потеряла. Это реальные факты. Действительно, уже есть прецеденты, когда школьники отказываются учить русский язык, заявляют об этом директорам школ, когда действительно отказываются учить культуру, и даже знакомиться с ней, это тоже факт. Но, с другой стороны, вот эта сплоченность, которая произошла, она еще один очень важный момент вынесла или сделала очень активно на повестке дня. До сегодняшнего, до этого времени, до этих событий, все-таки толерантность, которая была по отношению к друг другу, она была декларирована, и она при этом не вызывала необходимости ее осознать. На сегодняшний день фиксируется такая ситуация, что увеличилось количество людей, которые приняли украинский язык как единый язык. То есть игрища с языковой темой уходят из практики политики. Более жестко ставится вопрос о том, что единый язык украинский, и все, кто не говорят на языке, ну вот с этим будут связаны гонения определенные политические, с этим будут связаны непринятия инакомыслящих, инакоговорящих граждан. И это, к большому сожалению, конечно, порождает очень много вопросов внутри самого общества. Ну, то, что показывают по телевизору, к сожалению, во многом правда, потому что отношение даже к восточным регионам, которые воспринимаются очень однозначно в самом обществе. Действительно, социологи фиксируют, что очень многие жители Донбасса, Донецкой области, Луганской области не искренне поддерживают вот идею там присоединения к России. Это действительно так. Но в Киеве это видеть не хотят. Более того, даже не могут, понятно, по определенным причинам. Поэтому, на мой взгляд, чтобы завершить уже свое выступление небольшое, идеология рождается, она позволяет действительно самоопределиться, что очень нужно для дальнейшего развития. По поводу того, что государство сможет умереть, я думаю, что этого не произойдет, просто будет другое государство, будет другая Украина, это уже будет та Украина, с которой нужно будет налаживать диалог. Спасибо. Спасибо, Светлана Петровна. Друзья.